От мала до велика ленинский забег собрал поклонников здорового образа жизни всех возрастов. Бегом за отличными эмоциями, кубками и грамотами отправились порядка двух сотен человек. О новом проекте молодежного совета в Ленинском районе узнавали в основном в соцсетях и объявлениях, которые появились за полтора месяца до мероприятия. Замысел прост. Зарегистрировайся и пробеги, тем самым приобщи себя к развитию массового спорта. Отказов не было, все поддержали. Инициатива волонтеров у меня с большим запасом. Ребята очень вдохновились данными мероприятиями, поэтому придраться не к чему. Но главное, за бег проголосовали люди. Только онлайн-регистрацию прошли 218 человек. Зарегистрироваться, впрочем, можно было и на месте. В этом месте предложили участникам две дистанции на 4 и 10 километров. Постарались сделать так, чтобы все люди, которые сегодня у нас здесь бегут, посмотрели не только замечательную природу горок, но и пробежали мимо всех наших основных объектов. Поэтому перечисляем еще раз объекты. Это научно-культурный центр музея Ленина, который стоит буквально за нами. Это объект культуры федерального значения усадьба Горки. Это музей кабинета квартиры Ленина в Кремле и, разумеется, наш исторический парк. Поэтому все это участники забега сегодня вы видели. Старт мероприятия был доверен Илоне Броневицкой, не только певице, актрисе, телеведущей, но и кандидату в мастера спорта по стрельбе. Эта штучка, она, я так понимаю, для звука только. И вообще его боюсь, потому что нас так научили, что пистолет это... Ну вот, чем больше ты будешь осторожен с ним, тем меньше ты принесешь вреда. Илона Александровна так воодушевилась праздником, что даже учредила собственный приз. Два билета на концерт. Мне так нравится. И мы когда-то здесь, в этом здании, снимали для программы «Хочу знать» с Михаилом Шириным сюжет об усадьбе. И бегали какие-то женщины и говорили, не скажите лишнего, священная память вождя. Вы посягаете на то, на незыблемое. Вот, и все такие ходили серьезные. Сейчас это все обрело человеческий вид. Женщины, а с ними и мужчины, еще дети бегают и сейчас. На радость всем, некоторые целыми семьями. Татьяна с Федором привели на праздник дочерей Аню и Виталину. Мы любим эту усадьбу, мы часто гуляем с детьми. Замечательное место, почему бы не пробежаться, тем более такая архитектура. Так сложилось, что победитель на короткой дистанции первого забега, житель столицы и инженер-конструктор из Южного Бутова впервые в заповеднике. Поддержал проект, с удовольствием спортом занимается регулярно. Зимой катаюсь на лыжах, а летом просто бегаю кроссы. Тоже ноги тренирую таким образом. Сегодня смело можно утверждать ленинский забег мероприятия с будущим. И День космонавтики подходит для него исключительно. В начале апреля уже довольно сухо и тепло, а это значит, в следующем году все повторится вновь. Татьяна Кременецкая, Павел Игнатьев и Екатерина Чернышева. Видное ТВ.